Семейный Сабантуй. 9 июля. Начало в 16 часов. В парке у Фонтана. На сегодняшний день в Нефтекамске насчитывается более 600 многоквартирных домов и столько же председателей домовых комитетов. Все они были приглашены на встречу с председателями Республиканского комитета по жилищной политике, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, а также Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. Откликнулась на призыв половина, хотя и у присутствующих вопросов гостям хватало. Есть по капремонту вопросы, конечно. Капремонт провели и не очень-то удачно. Я бы задала вопрос, зачем повысили эту квартату? Какая проблема? Как было, так и есть ведь. Никаких движений ведь нет. Прежде чем ответить на вопросы собравшихся, уфимские гости рассказали о положении дел в сфере ЖКХ по республике. Так, по данным руководителя Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, только за последний год они получили более 8 тысяч обращений от населения. Около трети из них касались повышения тарифов на те или иные услуги. А еще треть – качество обслуживания домов. По результатам экспекционных проверок выдано 377 предписаний и возбуждено 189 дел административных правонарушений, которые закончились в внесении постановления административного наказания или в виде предупреждения или штрафа. В свою очередь заместитель председателя комитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору заметил, что если жители республики хотят получить должное обслуживание от управляющей компании, они должны быть внимательными к их работе. От того, как мы с вами будем отстаивать свои интересы, своевременно и правильно действовать, для того, чтобы зафиксировать нарушения, составить акт, собрать соседей, коллективную жалобу и, соответственно, нужно обращаться по инстанциям, как положено, тогда у нас есть шансы выиграть, отстоять свои интересы. В общем, двухчасовое общение уфимских служащих с нефтекамскими председателями домовых комитетов свелось к тому, что горожан в очередной раз призвали быть внимательными к действиям коммунальщиков, а главное – не терять инициативы и в случае чего обращаться с жалобами во все надзорные органы. Их в республике сегодня немало. Лариса Миронова, Денис Кузнецов, информационная программа «Время новостей».